Подготовила концепцию первоочередных мер социально-экономического развития. План рассчитан до 2015 года и обещает поддержку роста ВВП в долгосрочной перспективе. Подробности расскажет Ксения Демидова. Переписка государственной важности. Письмо главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева первому вице-премьеру Игорю Шувалову. В прессе его уже прозвали новым планом спасения российской экономики. Повысить гибкость рынка труда, пересмотреть принципы антимонопольного регулирования, упростить госрегулирование предпринимательства. И все это за максимально короткие сроки. Ведь впервые за долгое время по темпам роста наш ВВП отстает от глобального. Последний прогноз был озвучен в январе на Гайдаровском форуме. В ближайшие три года мировая экономика будет расти в среднем на 3,5%, а российская на процент ниже. При этом еще в декабре в правительстве рассчитывали, в 2015 отечественное ВВП прибавит 2,8%, а в 2016 больше 3%. Но теперь очевидно, для ускорения экономики льгот и субсидий будет недостаточно. А между тем, именно на этом и был основан предыдущий план Минэкономразвития. Он в основном как раз предлагал поддержку финансовую, льготы по страховым взносам малого бизнеса, при сдавании малых и средних предприятий за счет средств фондового национального благосостояния, ограничение роста тарифов монополий. Запланированные субсидии для отечественного автопрома. Помощь в течение трех лет будут получать практически все автозаводы. Сумма будет планомерно увеличиваться с 84 до 96 миллиардов рублей. Всего производители получат около 270 миллиардов рублей. Но, надо заметить, эти средства не для развития. Они позволят компенсировать дополнительные затраты предприятий. С 2014 года отечественные автозаводы обязали уплачивать утилизационный сбор. Производишь авто – плати за переработку металлоломом в будущем. Практика общая для стран, входящих в ВТО. Сумма, которую производители заплатят в бюджет в ближайшие три года, составляет 383 миллиарда рублей. Субсидии покроют лишь 70% от этой суммы. Ранее говорилось, что на 2014 год может быть продлена программа льготного автокредитования. Но в Минпромторге заявляют – этого не произойдет. Не надо строить иллюзии тем, кто рассчитывает на то, что сейчас мы вновь запустим эту программу, и опять можно будет приобретать со скидками и получать льготные кредиты. Иллюзии строить точно не нужно, поскольку, я говорю, абсолютно ответственно, что средств сегодня таких не предусмотрено. Другое направление – это создание национальной системы поддержки российского экспорта, причем не нефтегазового, а промышленного. И тут основная ответственность ляжет на Внешэкономбанк. Мы вышли на начало этого года с объемом 120 миллиардов рублей и кредитов, и гарантийной поддержки промышленного экспорта. А в общей сложности это обеспечило поставки российской продукции в объеме до 700 миллиардов рублей. Среди предложений Минэкономразвития – жесткая политика по выплатам дивидендов госкомпании. Ведь большая их часть – это прямые поступления в бюджет. В ближайшие годы эта статья доходов должна заметно вырасти. План на 2016 – 350 миллиардов рублей. Прибавки хотят добиться за счет жесткого правила. Дивиденды должны составлять 25% от чистой прибыли по международным стандартам. Кстати, подобный уровень выплат в 25% некоторые компании поддерживают и сегодня, но за ориентир берут прибыль по РСБУ, а значит, без учета доходов дочерних предприятий. А между тем, разница в показателях по двум системам учета порой весьма бывает значительной. Яркий пример – Газпром. За 2012 год его чистая прибыль по РСБУ составила полтриллиона рублей. Общая отчетность всей группы по МСФО дает результат вдвое больше – триллион двести миллиардов. Вот и получается, что по РСБУ доля дивидендов Газпрома за 2012 год укладывается в требуемые 25% по прибыли. Но по МСФО составляет лишь 12%. Один только Газпром при переходе на МСФО будет платить порядка 8 миллиардов долларов, то есть где-то 240-250 миллиардов рублей, из них половина пойдет в государство. То есть 120 порядка миллиардов рублей – это дополнительно в государство, против нынешних порядка 50 миллиардов. То есть где-то 70 миллиардов только от одного Газпрома. Если взять другие компании, я думаю, там пропорция будет меньше, но, может быть, еще столько же практически может набраться. Но главные задачи, без которых ускорение экономики сегодня невозможно, это повышение конкурентоспособности и производительности труда. По статистике, россияне много работают, но мало производят. Если за один год работник в России производит товаров на 33 тысячи долларов, то в США этот показатель втрое больше. Да ежегодный прирост занятости наблюдается только в госсекторе, а численность сотрудников в частных предприятиях – это в первую очередь малый и средний бизнес – идет на спад. Причем во многих случаях производство просто уходит в тень, переставая платить налоги. Не случайно отдельная глава плана посвящена антимонопольному регулированию. По данным Минэкономразвития, количество дел, которые ежегодно заводит ФАС, в разы больше, чем в других странах. Чтобы снизить давление, малый бизнес предлагается вообще исключить из сферы контроля антимонопольщиков, а внеплановые проверки разрешать только при наличии судебной санкции.